Господин Брайза, как вам видится ситуация в регионе? Никол Пашинян, который сам же поставил подпись под документом, сам согласился, разумеется, вынужденно вернуть оккупированные территории Азербайджана, спустя неделю начинает появляться на публике и, в частности, обращаясь ко Франции, говорит о принципиальной важности признания независимости Карабаха, настраивая также диаспору действовать в этом направлении. Что происходит, по-вашему? Во-первых, я никогда не думал, что скажу это, но я согласен с каждым словом, сказанным господином Дугином, с каждым отдельно сказанным словом. Азербайджан ведет себя очень благородно, как достойный победитель. Премьер-министр Армении Никол Пашинян же обращается к своим друзьям в разных странах, международному сообществу, тем, кто не знает и не понимает, что же на самом деле произошло в регионе, и к тем, кто считает, что Азербайджан является якобы агрессором. Эти люди думают, что Пашинян был прав, когда говорил о совершении так называемого геноцида, этнической чистки в отношении армянского населения. Но это никогда не было целью Азербайджана, президента Ильхама Лива. Я считаю, что со временем эти люди наконец поймут, что главной целью Азербайджана в этой войне было возвращение своих территорий, что в принципе и было прописано в основных принципах минской группы ОБСЕ. Это обсуждалось в рамках переговорного процесса на протяжении многих лет. Сегодня мы видим, что в дополнение к этому прибавился еще и коридор изнахчевания в Азербайджан. Я хочу сказать, что все это было на повестке дня и все изменилось с приходом к власти премьер-министра Никола Пашиняна, который сказал, что отказывается от формулы «земля в обмен на мир» и предполагает другую формулу – «новая война за новые территории». И тем самым он сорвал весь переговорный процесс. Это сделал Никол Пашинян. Сейчас мир должен понять, что именно Азербайджан всегда поддерживал мирное урегулирование конфликта, выступал за мирный переговорный процесс в соответствии с международным правом. Азербайджанская армия могла двигаться дальше, вперед, освободить Ханкинди, Ходжавент, Ахдаря и весь Нагорный Карабах при помощи военной силы, но он не пошел на это. Азербайджан согласился остановиться для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, которая, как сказал и господин Дугин, могла случиться. Никол Пашинян был вынужден подписать это заявление на фоне наступления азербайджанской армии. Победа Азербайджана – освобождение города Шуша, что и стало завершением войны. Я уверен, что и давление со стороны президента России Владимира Путина на Ереван также оказало свое воздействие. Сейчас Пашинян старается сохранить свою политическую карьеру и даже свою жизнь. Он хочет показать, что он якобы все еще борется, он все еще на что-то надеется. Он надеется на то, что его сторонники во Франции или еще где-либо. Те, кто не до конца знает все реалии этого конфликта, могут признать независимость Карабаха, что спровоцирует начало новой стадии конфликта, начало новой войны. Это будет очень глупое решение со стороны тех, кто может на это пойти. Все мы сейчас должны работать над тем, чтобы этого не произошло.